Что такое Арктика? Это огромная область земного шара от Северного полюса до Северного полярного круга и северной границы тундры. В неё входят окраины Северной Америки и Евразии, Северный Ледовитый океан, а также северные регионы Тихого и Атлантического океанов. Здесь всегда длинная и холодная зима и короткое, в меру прохладное лето. Средняя температура июля колеблется от 10 градусов мороза до 10 градусов тепла. Здесь нет деревьев, растут только травы, карликовые кустарники, лишайники и мхи. Иногда можно встретить полярный мак. Это место, где живут северный олень, снежный баран, белый медведь, овцы-бык, заяц-беляк, росомаха, горностай и длиннохвостый суслик. Полярным летом в тундре гнездятся миллионы перелётных птиц, а в морях обитают тюлени, моржи, усатые киты, касатки и белухи. Арктика разделена между пятью странами – Россией, Норвегией, Данией, США и Канадой. Самый доступный и близкий арктический район – остров Гренландия – принадлежит Дании. Именно здесь можно увидеть ледниковые фьорды со стаметровыми айсбергами. Норвегия владеет архипелагом Шпицберген, Канада и Америка – многочисленными островами, где раскинуты обширные национальные парки. Российская Арктика – это Чукотка, мыс Дежнёва, остров Врангеля и необитаемый архипелаг – земля Франца Иосифа. Само название происходит от греческого слова «медведица», так как этот географический регион планеты находится под созвездием Большой Медведицы. Что такое Антарктика? Это регион Земли, окружающий Южный её полюс, куда входит континент Антарктиды и отходящие от него шлейфовые ледники, окружающие воды Южного океана и ряд архипелагов. Антарктика – наиболее суровая климатическая область планеты, с низкой температурой воздуха, сильными ветрами, снежными бурями и туманами. Средняя температура летом составляет 30 градусов мороза, а зимой – минус 60. Холодные антарктические воды богаты мелкими ракообразными и рыбой. Здесь водятся тюлени, морские котики и киты. На побережье обитают альбатросы и пингвины. Но здесь не встретишь сухопутных млекопитающих и пресноводные рыбы. Антарктика не является частью какого-либо государства, хотя ряд стран и претендовал на различные ее районы. Но 1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен договор об Антарктике, главная цель которого – обеспечить использование ее в интересах всего человечества. В нем предусматривается свобода научных исследований и поощряется международное сотрудничество. Хотя в Антарктике и есть районы, богатые железной рудой, каменным углем, марганцем, медью, титаном, золотом, серебром и алмазами, любая добыча минеральных ресурсов здесь запрещена. Также под строгим запретом любая военная деятельность, любые ядерные взрывы и захоронение радиоактивных материалов. Договор вступил в силу 23 июня 1961 года. Само же название региона в переводе с греческого означает область, противоположную Арктике. Чем Арктика отличается от Антарктики? Как гласит наука, эти два региона Земли полностью противоположны друг другу. Они считаются полярными, так как располагаются за полярными кругами. Арктика за северным, а Антарктика за южным. Первая включает почти весь Северный Ледовитый, прилегающие части Атлантического и Тихого океанов и полярные регионы Северной Америки и Евразии. Вторая – это континент Антарктида, близлежащие острова и прилегающие части Южного океана. Самая северная точка Земли находится посреди Северного Ледовитого океана, в то время как самая южная лежит в центре континента Антарктида. Часто говорят, что Арктика – это океан, окруженный сушей, а Антарктика – это суша, окруженная океаном. Для обоих регионов характерны длинные холодные зимы и короткое прохладное лето. Но Антарктика холоднее Арктики, чья территория частично омывается теплым течением. В открытых водах Антарктики льдины свободно дрейфуют, а в Арктике они сталкиваются друг с другом, в результате чего образуется нагромождение крупных обломков льда. В Арктике обитают наземные формы млекопитающих – белые медведи, песцы и северные олени. В Антарктике крупных зверей на суше нет, но много птиц и морских млекопитающих – тюленей, китов и пингвинов. На Северном полюсе произрастают кустарники и мхи, а на Южном ничего не растет – там преобладает лед. Согласно конвенции, Антарктика не принадлежит ни одному государству, поэтому здесь нет постоянных жителей. Но зато работают множество научных станций различных государств, где ученые наблюдают за местной флорой, фауной и изменениями климата. В Арктический регион входит 8 стран – Россия, Канада, США, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция и Исландия. И здесь постоянно проживают более 4 миллионов человек.